Посмотрите, какой у нас сегодня супер-зир. Все про здоровое питание. Но если вы думаете, что здоровое питание это какая-нибудь рыбка на пару, а вот и нет, здоровое питание может быть обалденно вкусным. Если, конечно, готовить в правильной посуде. 25-118, это номер лота. Наши шикарные жаровники, рамика настоящая, с крышкой, толстенные стеночки. Все потому, что это Меркьюри. Люди умеют работать с материалами натуральными. Ну и, конечно, цена. Это уже спасибо нашим экономистам, умнички. 790 за 1,8 литров объем. 2,7 литров, 890. Ну вот мы, кстати, перед началом эфира посчитали, а объема 2,7 было всего 39 штук. Поэтому, если вы хотите именно объем 2,7, прям срочно, прям бегом, все дела бросайте, звоните. А то они заканчиваются всегда очень быстро. Давайте посмотрим еще на крышку. Крышка, разумеется, в комплекте. Крышку отдельно мы с вами не покупаем и не продаем. Мы сразу скомпоновали готовый продукт. Давайте посмотрим, вот, собственно, чем хороша наша жаровня. Результатом своей работы. Вы даже можете не быть шеф-поваром, как шеф Вейна, а у вас все получится абсолютно великолепно. Потому что жаровня справится. Она берет на себя задачу готовить вкусно и правильно. Вот смотрите, я у себя как раз поставлю. У нас сейчас жаровня перед нами 1,8. Давайте откроем жаровню, которую шеф достал из духовочки. А тут у нас бисквитный пирог. Ой, слушайте, духан-то пирог. Самый настоящий, самый простой бисквит. То есть никакой покупной химии. Ты знаешь, я вот привык еще, вот, я застал советские времена, когда я начинал свою поварскую деятельность. И классический рецепт бисквита – яйца, сахар и мука. Ничего больше. Сейчас уже добавляют какую-то химию, какие-то искусственные, так сказать, порошкообразные бисквиты. Я этого не понимаю. Для меня классический бисквит – это именно яйца, сахар и мука. Ничего больше. Вот я, Лебуша, был полиском нежным, воздушным, чтобы потом вот так вот разваливался в руках. Я его сейчас на тарелочку срочно. Ты его вот так вот просто можешь вывлезать. А я его сейчас вытечну. Масло не используй на донышке. Нам этого совершенно не надо. Вот прямо сейчас у нас с вами 1,8 литров на экране. Разумеется, крышечка у нас идет уже в комплекте. Считай, в подарок. Отдельную не надо покупать. Но есть еще 2,7 литров. Всего 39 экземпляров было перед началом эфира. Ой, какой запах, ребят. Поэтому если вам 2,7 нужно, то прямо срочно забирайте. А если 1,8, то вот, пожалуйста, как раз сейчас мы их и посмотрим. Давайте обратим внимание вот на что. Крышка, разумеется, в комплекте. Посмотрите, какая толщина у нас с вами стенок и крышки. Это абсолютная фантастика. Вы видите, материалы живые. В деревенском стиле смотрятся невероятно аутентично. Роскошь абсолютная. Здесь у нас с вами шикарные стенки. Слушай, шеф, между прочим, тяжелая такая, жаровня так-то. Ну, правильно, это же все-таки глина. Это самый натуральный, самый экологически чистый материал. А глина, она в принципе не может быть легкой. То есть керамика у нас настолько вошла... А керамика, это ведь и есть глина. Совершенно верно, это и есть глина. Кстати, посмотрите, я хотел вам показать, что когда у нас горячая, например, наша форма, у нее другой цвет. Вы видите, это ярко-красная, она еще холодная. Ярко-красная. А это, видите, она немножко изменила свой цвет. И ободок крышки, видите? Сейчас я вам подробно... Ой, горячая. Конечно. А, ободок крышки вам покажу. Видите, здесь на красной он чисто черный, а здесь он немножко светлее стал. Слушай, ну материал-то живой, он меняет свой, конечно. Кстати говоря, это классная подсказка. Если вы вдруг забежали в кухню, а ваши бабушки что-то готовят, и вот видите, такой цвет. Руками-то не лезем, это горячая. Классная подсказка, чтобы обезопаситься. Ну вообще, конечно, керамика-материал живой, дышащий, пористый. Но ведь не только за это мы любим, а за свойство. Совершенно верно. Керамика вошла в нашу жизнь уже давным-давно, не одну тысячу лет используется. Итак, керамика для приготовления просто потрясающая, потому что она в момент нагрева равномерно распределяет температуру по всей поверхности. Приготовление в керамической посуде не требует масла. Можно использовать и при низких температурах, и при высоких, от минус 20 до плюс 220. Блюда хранятся великолепно. Эти блюда можно запросто ставить в морозилку, можно в духовку, можно ставить, например, на стол, если вы хотите красиво засервировать и при подаче своего блюда. Очень красиво это можно будет. Такую жаровню поставить прямо в центр стола, если вы здесь приготовили, например, блюдо сразу на какую-нибудь компанию. Кстати, говоря сразу на компанию, это мягко сказано. Даже в жаровню 1,8, которую вы сейчас видите, можно целую курицу засунуть, представляете? Вот это я понимаю уровень. Кстати, если вы выбрали для себя размер 2,7, то их остается уже не 36, как я говорила в начале эфира, а всего 20. 16 уже улетело, поэтому я вам очень рекомендую. 1,8 стоит 790 рублей, 2,7 стоит 890 рублей. Вот пока есть возможность, пока наличие обоих объемов, давайте-ка возьмем сразу оба. Посмотрите, экономия в тысячу рублей, гигантская сумма за самую настоящую живую керамическую жаровню. Самое главное, что здесь мы готовим без масла. И причем, смотрите, для того, чтобы приготовить диетические блюда, нам не обязательно их обжаривать. Мы можем сразу закладывать сюда сырыми. Ты знаешь, вот потрясающий вариант курицы, так сказать, в собственном соку. Берем курицу, либо, а вот как я взял ножки, либо можно взять курицу целую порубить. Крылья закладываем вовнутрь. Сверху мы накрываем шапкой из овощей. То есть здесь, пожалуйста, лук, морковка и перчик болгарский. Вот. Можно здесь налить просто воды, добавить лавровый листик и поставить в духовку запекать. Но, чтобы у нас получилось, так сказать, полноценное блюдо с гарниром сразу, я сюда же заложу еще вот так вот сверху и картофель. И поставлю все это дело в духовку. Вот это, обратите внимание, какое гигантское количество вмещается даже в 1,8. То есть фактически мы ужин сейчас приготовим человек на 5 за один раз. Запросто, конечно. Можно вот, у меня здесь поместилось 4 ножки. А ты вообще, да, с картошки знаешь, почему у нас с тобой куполообразная крышка, туда еще кучу все угодит. А давай попримерим, хватит или... Вот, еще накрывается. Три картошины, как нечего делать. Еще добавим, значит. Все. То есть мы здесь закладываем продукты, продукты сырые. Далее мы добавляем прямо сюда немножко водички. И ставим запекаться. Блюдо у нас получается диетическое. Оно получается вкуснейшее, потому что мы не использовали ни соль, мы не использовали ни масло, вернее, соль использовали, не использовали масло здесь. Вот, соответственно, калорийность у нас получилась гораздо ниже. И мы ничего не жарили. У нас все здесь закладывается в суровом виде. Слушай, ну вот обратите внимание, мы с вами пирожочек приготовили, ужин сейчас будет. Но ведь мы с тобой прекрасно, что понимаем. Ставь, 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 нам у нас обеденный перерыв, скоро команда кушать хочет. Мы, между прочим, все прекрасно понимаем, что можно ведь готовить в керамике все что угодно в духовке. Ну, например, парочку ресепсов нам подари. Итак, можно готовить просто чисто овощи. Можем готовить здесь пироги. Пожалуйста, тот же самый бисквит. Можем запекать здесь чисто рататую, лазанью. Можно взять те же самые, например, макароны. Посыпать их сыром, добавить томатного соуса. Если хотите с бекончиком, можно, пожалуйста, еще добавить бекончиком. Можно сюда же, здесь же приготовить лазанью. Причем лазанью в двух вариантах. Либо со сливочным соусом, либо с томатным. Я, например, больше люблю с томатным соусом. И как раз таки лазанья может быть мясная. Она может быть вегетарианская. Можно здесь запекать рыбу. То есть в посуде, которая выполнена из глины, можно приготовить все что угодно. Ты знаешь, шеф, я слышала, что именно в керамике, в посуде из глины, овощи отдают максимально свои соки. То есть не в пустоту, а именно в мясо. Поэтому, конечно, мы будем рекомендовать готовить вам здесь сразу вот так, что называется, сборные солянки. И мясо, и овощи одновременно. Потому что, конечно, это бесплатно. Шеф, мне очень нравится, когда у нас мужчины, шеф-повара, будем готовить чисто ротатуй, сказал шеф. На самом деле, да, фантастическая совершенно жаровня. Кстати, у нас все, поняла, да, звоночек был принят сегодня, прямо сейчас с нашими редакторами. Не стесняйтесь, выходите в прямой эфир, пообщаемся. Вопрос был, шеф, конкретно к тебе. Можно ли готовить на такой жаровне, на открытом огне? На открытом огне. Ну, в принципе, глина выдерживает высокие температуры. Но я боюсь, что от открытого огня она может лопнуть. Вот. А, в принципе, вот те же самые. На плиту я бы не рекомендовал ее ставить, например. Вот, потому что это все-таки не кастрюля. А вот если поставить, если у вас русская печка, например, вот что сейчас является довольно таким... А вот у меня тут на даче именно печка. Да, не то, что дефицитом, а вымирающим, наверное, сказать. Ну, хотя бы... Я тебе дам самая модная штука, на самом деле. Сейчас, скажем, крутые дома на Рублевке, и то печки себе делают. Потому что все хотят готовить вкусно, все хотят готовить полезно. Мы к традициям-то возвращаемся. Ну, ты знаешь, вот на самом деле приготовление в русской печи, оно всегда было еще в наших, так сказать, корнях. Потому что это было приготовление именно как... Не было же вот этих профессиональных духовок, не было бытовых, а вот именно тепло, которое сохраняло русская печь и позволяло большинство блюд готовить нам. А здесь как раз имитация русской печи, да еще и с крышкой. И все за 790 рублей. 1,8, 2,7 литра, 890.